Как события в Курской области повлияли на количество желающих обучиться начальной военной подготовке? Об этом будем говорить сегодня. Вы смотрите интервью 360. Со мной в студии директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. Здравствуйте! Добрый день! Итак, на ваш клуб ложится важная миссия. У вас есть курсы по довоенной и начальной военной подготовке? Вы предлагаете такое жителям Московской области. Подскажите, а как вас поддерживает правительство Московской области? Мы очень тесно работаем с Министерством региональной безопасности, которое очень сильно нам помогает по оснащению инвентаря для наших занятий. Это очень существенная помощь. Но в принципе у нас по большей части весь инвентарь исключительно наш, именно Ярополковский. Но благодаря помощи Управления региональной безопасности. А что вы еще выдаете на месте? Ну, самая главная атрибутика – это у нас сама разгрузка, макет автомата с магазинами и уже боевые шлема мы выдаем. Есть ряд другого инвентаря, такие как макеты гранат, также получается с точки зрения тактической медицины у нас несколько тренажеров. У нас есть даже страйбольный миномет, который позволяет стрелять от 300 до 500 метров. У нас есть курсы по артиллерии и это именно курсы теория. И есть практика, мы раз в полтора месяца в среднем стреляем на полигоне именно минометом. Туда сделали боевой прицел, также буссоль и все это обучается. Как наводить миномет по ориентиру, выявлять цель и отрабатываем навыки именно стрельбы из миномета. Сейчас планируем открыть курсы, они будут также бесплатные, по БПЛА, то есть как правильно управлять коптером. Это в ближайшее время у нас сейчас планируется. Ну и планируем все дальше это развивать. А как правильно его обезвредить? Будет такой курс? Ну, вы знаете, мне кажется, надо очень много коптеров, чтобы в них постоянно попадать. Как показывает практика ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, мнения вообще разнятся. Кто-то из обычного автомата на дальности от 15 до 40 метров может их сбить. А кто-то применяет вот эти помповые ружья, либо, соответственно, обычная наша сайга, которая стреляет дробью. Потому что, когда идет, допустим, выстрел из автомата, вылетает один патрон всего лишь. А когда ты стреляешь именно из ненарезного оружия, то есть из охотничьего, она стреляет дробью. То есть она вылетает, и поражение цели происходит, наверное, в диаметре несколько метров, если это дальность уже 30 метров. То есть представьте себе, там, образно говоря, 100 вот этих маленьких шариков, они вылетают. И они летят же не одним маленьким диаметром, а чем дальше расстояние, тем они больше разлетаются. И в любом случае, две или три штучки хоть попадут в этот коптер, коптер или в том числе вот эти БПЛА, так скажем. Вот, это имеет место быть, чтобы его обезвредить. За счет того, что именно дробь, она разлетается. То есть диаметр становится больше, чем дальше расстояние. А если у тебя нет никакой винтовки, как человек может вообще... Вы знаете, у нас проходит также в рамках довоенной подготовки, у нас проходят в среднем раз в месяц уроки мужества с действующими военнослужащими, именно, которые находятся на различных командных должностях в зоне специальной военной операции. И многие из них советуют, что лучше все-таки, когда ты услышал звук именно БПЛА, попробовать сманеврировать. Все зависит от того, в какой ты местности. То есть если ты находишься в какой-то лесистой, можно быстро, моментально уйти. Чтобы он тебя не увидел? Да, они управляют до туда, потому что... А если он за тобой будет лететь? Ну, потому что... Ну, тут, вы знаете, я не был в таких ситуациях, и я не могу вам сказать, как вот точно это делать. Но есть еще раз говорю, те люди, которые советуют все-таки его сбить, есть тот контингент людей, которые советуют именно от него маневренно опроводаться, убежать. Подскажите, как сегодня месяц от месяца меняется количество добровольцев, желающих пойти на СВО? Ну, вы знаете, мы один из моментов сделали, то, что мы время чуть-чуть изменили, потому что у нас раньше была тренировка в среду с 3 до 5. Это неудобное время в будний день, особенно практически послеобеденное время, когда люди все работают. Сейчас мы сделали в четверг, там, с мая, с 8 до 10, то есть это уже время вечернее, и люди могут после работы себе позволить прийти на курсы. Контингент сразу вырос, количество людей желающих. А, как я заметил, с учетом того, что в начале августа произошла ситуация с нападением на Курску область, людей приходит больше, их, ну, в десятки больше, действительно, потому что искренне переживают за то, что сейчас происходит. Имеет место быть. То есть люди идут с целью пойти дальше? Каждое занятие, каждое занятие приходят новые люди. У нас также, в принципе, каждый месяц 2-3 человека, но именно с наших курсов, в зону специальной военной операции они уходят. Есть кто как контракт подписывает, а есть, допустим, даже действующие военнослужащие, но они к нам все равно приходят с точки зрения того, чтобы набраться какого-то опыта. У них, понятно, в воинской части тоже есть эти занятия, но у нас чуть-чуть они, может быть, другие. Ты когда учишься в разных местах, и из этого получается, в принципе, толк. Ты учишься во многих местах, и из тебя получается, ну, наверное, какой-то профессионал, так скажем. У вас же тоже есть военный опыт, вы участвовали в специальных операциях. Подскажите о событиях недавние, которые начались в Курской области. Как они будут развиваться? Как вы думаете? Смотрите, у меня опыт все-таки был антитеррористический. Это, по большей части, борьба с терроризмом, да, так скажем. В моем понимании, что сейчас сделало ВСУ, это, наверное, последние их какие-то ударные части, которые они со всех фронтов перебросили на Курск. И, наверное, у них есть такая мысль, чтобы вот они хоть какой-то кусочек нашего государства захватили, и это им позволит в случае переговоров начать торговаться. Это моя точка зрения. Но в моем понимании с ними договариваться никто не будет, потому что, во-первых, с 2014 года наше правительство вообще не признает их выборы, так как все-таки был военный переворот. Не говоря про то, что срок Зеленского уже истек. И мы никак с этой властью не пересекаемся, и мы их, самое главное, не признаем. В моем понимании все равно у нас сейчас идет такая тактика, с точки зрения их, как бы это жестко ни было сказано, перемалывания. И за счет именно артиллерии, просто видите, там все равно какие-то жители остались, какие-то постройки, и мы не можем глобально атаковать. Но я уверен искренне, что все равно враг скоро будет оттеснен. А еще раз повторюсь, для чего они это сделали? Именно для того, чтобы попытаться сделать переговоры. Давайте вернемся к вашим курсам. Какова основная аудитория, подскажите, и все-таки с какой задачей, целью к вам идут люди? Основная аудитория, как показывает практика, средний возраст это 35-38 лет. Младше 30-ти они есть, но их не так много. У меня по традиции наших не то что курсов, а уроков, потому что в моем понимании курсы это начало и конец. У нас такого нет. У нас уроки, они идут без перерыва постоянно. У нас каждый человек, который приходит, он всегда выходит перед строем, говорит там свою фамилию, имя, откуда про нас узнал, какой район Московской области или Москвы, или региона, и говорит, зачем он пришел. И большая часть всегда из них говорит всем обучающимся, то что в сложное время для нашей страны я пришел для того, чтобы либо знать, как уметь постоять за свою страну, либо, соответственно, обучиться навыкам и чуть позже уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Вот два основных критерия. Расскажите еще поподробнее о ваших курсах, какие есть направления в работе. В работе, смотрите, ну, я считаю, что именно наши уроки, они выделяются по большей части правильности обращения с оружием, с автоматом. У нас много очень холостого тренажа, есть и боевые стрельбы. У нас акцент, еще раз говорю, на работу с автоматом, на тактику, именно в лесистой местности и в здании. И выделяемся мы, наверное, по артиллерии. В моем понимании, все, что сейчас происходит именно в общественном ракурсе с точки зрения довоенной подготовки, потому что не только же мы преподаем, есть еще рокот, а не там по регионам, есть какие-то, может быть, незначительно платные объединения, которые обучают. Но мы выделяемся еще по артиллерии, потому что у меня очень серьезный, сильный преподавательский состав по артиллерии, опыт ни одной войны. И это преподается. Поэтому четыре аспекта. Оружие, точнее три. Оружие, тактика и миномет. Тактическая медицина, она у нас есть, но она незначительная. Потому что у меня на начальном этапе она была очень сильная. Мне преподавало два медика, но они сейчас находятся в зоне специальной военной операции, они контрактники. Вот когда у них отпуск есть, они приезжают, дают свои наработки с учетом боевого опыта, и потом уезжают. Но иногда я все равно медицину преподаю, но не так много, как работу с автоматом и тактику. А какие дисциплины осваивают участники курсов? Повторюсь, работу с автоматом. Нет, оно же разделяется же как-то. Нет, ну у нас, естественно, есть какая-то еще теория, но мы теорию... Теория у нас не так много, она всего лишь процентов 15-20 занимает, из 100% объема материала. По большей части это все равно именно практические занятия. У нас есть как холостой тренаж в клубе, также лекции. У нас бывает, приходит военный психолог, он несколько лекций преподает, там у него два или три занятия, потом квартал проходит, она еще раз к нам приходит. Есть лекции по артиллерии, именно лекции. Одно дело, практическое применение нашего стральбольного миномета по мишеням в лесистой местности или на поле, а другое есть лекции. Это полигон, да? Да, полигон. Естественно, это лекции, как вычитывать. Все, естественно, это делается за счет программы. Есть топография, она не так у нас, ее много, но она тоже есть. Вот, интересная топография. Есть лекции также по тактике. Есть лекции, естественно, по стрельбе, потому что, в моем понимании, автомат, надо тоже знать его, баллистику, как вообще происходит работа с автоматом, особенно стрельба. Есть также лекции по медицине. Тактическая медицина. Оно есть также, как лекции, и также на местности. В процессе тактики мы отрабатываем практические навыки по оказанию первой медицинской помощи. Что за местность? Какой это полигон? Ну, у нас есть небольшой лес в Красногорском районе. Там есть заброшенное здание. Мы там отрабатываем. А на территории воинской части мы уже отрабатываем элемент боя с применением холостой стрельбы. Также с применением страйкбольного оружия. Мы не можем все охватить, но, в принципе, вот эти 8 направлений, это более чем достаточно. Но с учетом того, что это происходит не каждый день, а всего лишь раз в неделю именно практика. И раз в неделю это холостой тренаж. То есть у нас занятия два раза в неделю. Еще у нас бывает два раза в месяц практически занятия по промышленному альпинизму. Что такое промышленный альпинизм? Дополнительно, да. То есть 10 занятий стабильно в месяц. Стабильно 10-11. А на протяжении скольких месяцев люди получают такие знания? Ну, у нас уже в октябре будет два года, как мы всему это обучаем. Нет, я имею в виду, человек пришел с нуля. Он пришел к вам учиться. Сколько месяцев он с вами пробудет? Есть те, которые постоянно. Есть кто, который... А, то есть еще можно продлить или продолжить обучение? Да, ну оно же, понимаете, но еще раз говорю, если ты прошел какие-то курсы, там 20 занятий, это не говорит о том, что ты профессионал. Человек совершенствуется всю жизнь. Человек всегда учится. И вы знаете, вот с точки зрения того, что происходит в нашем клубе по единоборствам, человек же постоянно тренируется, постоянно готовится к различным соревнованиям. Пускай он уже мастер спорта, мастер спорта международного класса. У нас еще клуб единоборств? Да, конечно. Ну, значит, еще одно направление занять. У нас много направлений. У нас также есть гуманитарная миссия, которая состоит из около 100 женщин московского региона. Они постоянно плетут сети, делают блиндажные свечи. Мы собираем постоянно гуманитарку. У нас в клубе возле ринга оборудованы станки для плетения сетей. У нас это идет постоянно. Не говоря про то, что мы периодически собираем помощь. Там генераторы, что-то еще, там лопаты, какая-то форма, какая-то амуниция. Мы это постоянно делаем. А в Курск тоже сейчас помощь отправляли? В Курск мы отправляли помощь. И у нас наши бойцы тоже там находятся. Мы тоже это делаем. А, ваши? Да, да, да. Ну, понимаете, у нас ведь не только сейчас... У нас линия соприкосновения только на Курске. У нас и на Запорожском направлении. Там тоже идут действия. Но не такие, конечно, активные, как в Курске. Мы по всей линии фронта работаем. Сколько человек вы за год выпускаете? Можно так сказать? Ну, я тебе скажу, сколько у нас... У нас нет понятия такого, как выпуск. Понимаете, вот диплом обучения. Я понимаю, да. Единственное, что я могу сказать, что мы ведем списки с точки зрения того, сколько людей прошло через наши курсы, это около двух тысяч человек. И более двух... Это за какой период? Ну, почти за два года. А за два года? Без двух месяцев сейчас, да. Без двух месяцев. Более двух тысяч человек. И более двухсот именно с курсов в зоне специальной военной операции. И кто-то, как... Вот повторюсь, кто-то, как контрактник, который подписывает контракт в Красногорском военкомате, в других военкоматах. Кто-то идет в частную военную компанию. Кто-то, действующий уже военнослужащий, тоже к нам приходит, но мы его тоже считаем своим, потому что частичку нашего обучения, частичку себя Ярополк дает ему. Поэтому так. Какие вы задачи, в принципе, ставите на 2024 год? Что еще хотите сделать? Ну, у нас в любом случае модернизировать еще больше наши уроки, потому что из раза в раз мы даем всегда что-то новое. Мы стараемся все это придумать, чтобы нашим курсантам было интересно. А что конкретно хотите внедрить или поменять? Ну, повторюсь, уроки по БПЛА. Надеюсь, мы их откроем. Потому что, вот смотрите, дай бог, образно говоря, осенью все закончится. В любом случае, мы же не прекратим сразу. В любом случае все равно наши уроки будут продолжаться. Пускай, может быть, не три раза в неделю, но два. А у вас они всегда существовали? Даже когда было мирное время? Было мирное время, оно было по детям. Оно было по детям. Мы детей преподавали. И именно детям давали эти уроки. А сейчас дети приходят? А сейчас я делаю акцент больше не на детей, а больше на взрослых. Но к нам поступают различные заявки. Мы вот сейчас будем с детьми работать на выезде. С другой аудиторией, не Красногорской. Там московские хотят, чтобы мы у них обучали. Потому что ролики наши очень сильно популярны в интернете. И есть, кто к нам приходит, а есть, кому мы работаем на выезд. У нас же уроки также функционируют в городе Руза. Они не два раза в неделю, они раз в неделю. Они тоже абсолютно бесплатные. Что значит на выездах? Вы будете приезжать в город? Мы берем мои инструктора. В город? Инструктора клуба Ярополк выезжают с нашей подготовленной атрибутикой. Два раза в неделю? Ну, либо раз в неделю. Сейчас вот с начала октября мы делаем соглашение. Допустим, одна компания хочет, чтобы дети, их сотрудников, именно возраст 14-17 лет, допризывная молодежь, мы их обучили. То есть мы будем тоже это планировать. Вернемся к планам. К планам. Планы, еще раз говорю. Модернизировать наши уроки. У нас также в клубе есть бесплатные уроки по круговым тренировкам, или как принято называть это, кроссфит. Они раз в неделю, они абсолютно бесплатные. Я хочу больше развить эту ситуацию с точки зрения привлечения народа. У нас глобальное мероприятие, такое спортивно-патриотическое, которое мы будем делать в 20 городах России, посвященное Дню Героев Отечества. Мы 8 декабря в формате телемоста будем делать турнир по единоборству Героя Отечества. Отечество, посвященное героям специальной военной операции. Главная площадка у нас будет в Подмосковье, в городе Люберцы. У нас будет представлен рукопашный бой. И мы охватываем еще 19 городов. Это, как правило, города воинской славы, либо города героев. У нас в том году был опыт. Мы объединили 15 городов, сейчас будет 20. Не говоря про то, что мы готовим наше ежегодное массовое обливание. Вы любите объединять всех, телемос создать. В этом году в ушедшем было в 35 городах России в 4 странах. А в следующем году это будет посвящено 80-летию Победы. Мы планируем главную площадку сделать на Поклонной Горе. Главная площадка Красногорск будет также представлена, как Московская область. Не говоря про охват аудитории городов по России и стран, участников, в том числе и БРИКС, и, соответственно, дружественных стран. То есть мы планируем это сделать, но вот поэтапно ведем подготовку. Не говоря про то, что у нас создается всероссийское движение. Быть здоровым – это модно. Это тоже такой трудоемкий процесс регистрации, вовлечения участников и так далее. Илья Сергеевич, успехов вам. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели интервью 360-й. Со мной в студии был директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. Я Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...